ну что всем привет я посмотрел наконец-таки человек-паук нет пути домой этот ролик я попытаюсь записать на одном дыхании у меня нет ни текста ничего просто свои эмоции я постараюсь по максимуму избегать спойлеров я постараюсь так что давайте без лишних прелюдий без сусоливание и мы начнем человек-паук нет пути домой является большим приключительским фильмом и сказать что он конечно заслуживает носить звание уровня мстителей как вот говорили в пиар-компании при этом холланд очень часто говорил что это фильм уровня мстители мы снимаем почти что мстителей но не сказать все же размах у триквела человека паука меньше чем у мстюнов постановка фильма на нормально она хороша я не знаю чего многие гонят на джона уотса он снял хороший триквел и в целом нормальную смотрибельную трилогию до некоторые мотивации весьма хромают но под просто условности фильма это просто условности которым надо принять идти дальше то есть опять-таки снять такой большой фильм и и всплести столько всего воедино такое не каждому под сил взять того же человек пока 2 высокое напряжение нового человека пока 2 высокое напряжение где дохулен сюжетных линий они все скомканы просто выкидываются на зрителя и делайте вы с ним что хотите все они скреплены они не соединены ни с чем они просто есть идут обособлено друг от друга здесь же все эти линии они грамотно идут между собой идут вперед и приходит это все к большому и закономерному итогу питер паркер он прошел свою арку развития до того самого питера паркер которого мы все знаем и любим многие могут возразить мол почему для этого потребовалась целая трилогия блять а не один-два фильма как вот было у тоби и эндрю все потому что человек поевки на вселенной марвел является новичком он не прошарен супер герой он не единственный супер герой им надо найти самого себя в мире который населен просто толпами супер героев различных мастей от соколиного глаза до не знаю жизненного человека и вечно ну надо себя найти и в этом фильме он себя нашел он косячит он ошибается эти промахи выходят ему боком но он исправляет свои ошибки он растет над собой и развивается то есть я могу смело сказать что после этого фильма мы видим полноценное становление питера паркера своим собственным человеком пауком самим собой он ниже за человек он не тони старт а человек-паук он сам по себе теперь мы видим дружелюбного соседа человека паука а он не бой он больше не тот наивный дурачок из возвращения домой который просто хочет выпидриться и получается как-то знаю выгородить себя перед тони старком доказать тони старку что он может а это теперь настоящий герой готовы прийти на помощь простым жителям и знаете что я рад тому что тому хонду потребовалась целая трилогия потому что мы детально видим рост персонажа с косяками и их последующим исправлением мне мне нравится этот питер паркер он живой не может соотнести само себя и в конце фильма нам дали именно того питера паркера которого мы все за все заслужили персонаж пошел гигантскую арк в свое развитие он стал тем кем он должен быть да в первой писать первой половине нет пути домой происходят типичные для marvel вещи то есть шуточки нелепые группы ситуации тупняки и так далее но ближе к середине фильма тон меняется весьма серьезную и даже грустную и мрачноватую сторону разумеется он не становится реалистичным как в первом фильме эндрю гарфилд однако смен тональности фильма это смена она видна и мы знаем как когда и почему то смена произошла сейчас будет возможно спойлер также промотайте чуть-чуть я потом укажу тайм код натыкался на лицензии народа о том что злодеи фильма никакие я с этим в корне не согласен их им прямим текстом говорят что они умрут блять в битвах с человеком-пауком их мотивацию не возвращаться в свои вселенные понятно и ясно но не знаю считать это спойлер мы или нет но по сути это было эти слова что они умрут это были в трейлер и тиви спотов но может кто-то не смотрел тайм код где можно дальше смотреть вы видите своем экране вот отсюда можно смотреть дальше поехали так в этом фильме есть сцены которые берут нам за душу и хочется плакать да есть сцена который использует чувство ностальгии отсылая к прошлым фильмом но на этом нет паразитирования это хорошо фильм не сделан просто ради фан-сервиса все эти вставки диалоги отсылки они сделаны в тех местах где должны быть они выглядят органично и правильно они не просто как бы брали то чтобы быть еще раз повторю они должны быть тех местах где они должны быть они стоят это не бросается в глаза в глаза точнее с некоторых отсылок я вообще проорал если честно ну и по и посмеялась тоже от души по поводу стрэнджа многие беспокоились мол он будет очередным наставником для питера но не бойся это не так питер здесь совершенно самостоятельный герой он сам принимает решение из прямого наставничество стрэнджа может только выкинуть ту пару фраз это большой натяжкой это это можно назвать скорее просто советами а не полным наставничеством стрэндж нужен в фильме для того чтобы объяснить зрителю и самому петру паркеру как что работает в магическом смысле этого действия так что куда откуда в итоге мы получаем весьма хороший фильм однако лучше ли это фильм о человеке пауке давайте подумаем я секундочку наверное я скажу свое смелое да уж прости меня человек паук 2004 года человек паук 20 мере местами магуайром но тебя немножко чуть-чуть совсем но переплюнули вот буквально чуть-чуть чуть-чуть на миллиметре однако однако все таки они не смогли переплюнуть экшен сцену с поездом когда человек паук тоби магуайр ее останавливал останавливал поезд шла драка с от тактайосом доктором осьминогом они не смогли переплюнуть она все еще лучше во всех фильмах о пауке никто даже и близко к ней на данный момент не приблизился так что сэм рэйми мой тебе респект за эту сцену поэтому я ставлю этому фильму оценку 4 7 из 5 есть скомканные моменты однако они не портят впечатление но с их наличие я все-таки немного сниму баллы просто чтобы не быть эдаким 10 из 10 это лучшими человеке пауке потому что потому что потому что нет я понимаю что есть косяки их стоит учитывать так что вроде все что я хотел я сказал есть две цены после титров не пропустите 1 получается дает большой задел на следующие проекты это доктор стрэндж и мультивстильное безумие это там целый трейлер прям впихнули а вторая дает задел уже на самого человека паука на следующую трилогию так что вот такое вот маленькая мнение ца в общем да всем спасибо кто-то посмотрел кто это послушал кому-то понравилось ставьте лайки подписи на канал я может быть выпущу спойлерное мнение возможно либо же я просто выпущу спойлерное мнение у себя в группе ссылка в описании зарейте подписывайтесь я буду вам очень признателен так что всем спасибо всем пока пока